всем привет друзья меня зовут давид и вы находитесь на youtube канале арстайл я уже сделал обзоры практически на все современные оболочки то есть оболочка от samsung оболочка от сяоми и теперь пришло время сделать оболочку на vivo то есть каждый производитель android смартфонов почти каждый делает под себя перерабатывает иногда до неузнаваемости то что предлагает нам google а google с года в год предлагает нам крайне пустую систему ну облегченную кому-то это нравится кому-то нет но например даже сейчас уже android 10 выходит я его уже с первого дня гоняю на своем пиксели как тестовую версию там даже до сих пор не удосудили сделать поменять кнопки местами кнопка назад например там всегда жестко слева это неудобно просто тянуться большим пальцем а производители же каждый делает все под себя и давайте посмотрим что предлагает нам компания viva потому что фантач ос версия здесь нет как такового названия какая-то 323 но android 9 на данный момент вы видите то что на экране они написаны и расскажу о ней все самое главное это для многих будет интересно запись телефонных разговоров здесь есть если мы набираем номер то конечно же мы можем нажать кнопочку и несмотря на 9 android как многие пишут что это запрещено законом нифига нормально все записывается телефонные разговоры компания viva она подошла достаточно странно к созданию оболочки уже вот 2019 год но вы видите это копирование apple однозначная то есть мы делаем свайп снизу вверх и появляется окошко в стиле ios мало того они этого и не скрывают у них например музыка почему-то называется ай мюзик соответственно темы ай темы и так далее и структура меню но тут не знаю кто кого копирует потому что все друг у друга что-то подглядывает это не секрет тоже apple суту android подсмотрит что-то android apple но тут конечно очень похоже на оболочку оба с айос но не будем на этом сосредотачиваться все-таки смотрим что происходит если мы делаем сверху вниз то мы получаем только шторку уведомлений конечно же оболочка достаточно гибкая несмотря на то что по умолчанию здесь только рабочие столы если мы зайдем в тему я чуть позже покажу можно поставить довольно таки интересные темы я такого нигде не видит так вот давайте посмотрим что у нас настройках потому что двумя способами кстати можно закрыть приложение первое это нажать кнопочку андроидовскую список последних приложений и увидим все приложения нажатие на одну кнопку закроет их все что я сейчас и сделал либо если какие-то приложения у нас запущены пожалуйста то мы можем опять же вот этот свайп сделать и приложение закрывать по одному это делается опять же просто вытаскиваем его на рабочий стол приложение закрыто если вы хотите приложение чтобы осталось висело в фоне не закрывалась игра какая-нибудь либо что-то еще то вы просто делаете свайп сверху вниз и приложение будет заблокировано она не закроется до тех пор пока вы вручную его не закроете быстрые ярлыки разумеется есть разделение экрана разделение экрана нормально работает вот мы можем его использовать опять же несколькими способами ну кстати кстати альбом почему не работает разделение экрана для меня загадка но пожалуйста хорошо пусть будет mx player и пусть будет видео например обычно я использую снизу ватсап сверху интернет что-то смотрю но разделение экрана на таком огромном 19 с половиной день 19 с половиной формат экрана нужно она конечно здесь есть больше ничего необычного можем только поменять что-то закрываем все это дело теперь посмотрим по настройкам настроек здесь достаточно много если мы пойдем сверху вниз опять же видите нетипичное для андроида построение структуры меню ну ладно навигация по системе мне нравится что клавиши мы конечно можем при желании изменить вот она кнопка вот это назад ее изменить можно можно поменять местами кому-то может быть будет удобно как на пиксели дело вкуса опять же можно включить жесты навигации но они такие странные смотрите сами внизу теперь те же кнопки но теперь просто-напросто они маленькие полосочки внизу остались и все как бы мне не очень нравится реализация я бы предпочел чтобы они придумали что-то еще но будем пользоваться тем что есть дальше игровая коробка вот тут на самом деле если вы играете в тяжелые игры то лучше включать и потому добавлять до игры вручную потому что что происходит тогда вся мощь процессора отдается на игру плюс телефон должен меньше греться я играл и с ней без нее я не могу сказать что я заметил огромную разницу но для своего спокойствия лучше включайте режим не беспокоит режим мотоцикла самая его главная фишка это то что он отслеживает вашу скорость и конечно же автоматическое отклонение вызова включается если катаетесь на мотоцикле то включаете хуже не будет тут у нас звук выбросигнал ничего необычного здесь у нас нет но выбор отдачи нажатие на кнопки можем включить можем выключить телефон у меня с выдвижной камеры разумеется все это дело настраивается можно звук выключить поменять местами отпечаток лицо пароль тут думаю также все понятно переходим в интересное что-то интересно я вам обещал темы показать дальше я хотел вам показать конечно же и покажу вот здесь экран блокировки это темы ребята темы прикольные мне особенно нравится скорее всего для ребенка такая тема подойдет вы видите что происходит на экране открывается дверь и вот она вот смотрите притом бегает маленький барашек нажимая на него мы попадаем список последних приложений которого нет по умолчанию но она красивая но не очень удобная потому что на одном как видим рабочем столе видим только что то одно то есть включение на гитару нажимаем сразу музыка играет попадаем галерею нажимаем на портрет попадаем сюда ничего не происходит попадаем нажимаем на окно ничего не происходит вам нужно поставить какие-то программы но опять же браво за старание что это тут у нас радио пожалуйста прикольно браво за старание тема прикольная дальше заходим опять же в настройки и смотрим что нам предлагает компания viva в своем лаунчере дальше дальше по батарее настройки конечно же мы можем батарейку настроить режим энергосбережения включить можем включить режим пониженное энергосбережение я его сейчас включать не буду иначе у меня выключится мой моя запись экрана но происходит что появляется только смс телефон и настройки экран становится черным это сделано для того чтобы максимально темный экран становится и больше ничего не работает это для сохранения энергии это называется режим критического энергосбережения дополнительные настройки тут у нас всего немного совсем если мы посмотрим версию о телефоне то пожалуйста вот она fan touch os android 9 снимается обзор в марте 2019 года и практически все модуль и не все включить выключить есть легкий режим опять же можно включить будь типа а-ля windows плитки видео вызов красивое лицо работает для ватсапа либо для других то есть селфи аппарат программно улучшает морщины убирать я не знаю что то еще делает но девушки наверное оценят и последнее управление жестами мое любимое включение выключение экрана это удобно можно поднять телефон для включения включение экрана двойным тапом и выключение экрана двойным тапом это хорошая штука если вы не используете пароль конечно телефон не заблокирован интеллектуальный вызов это хорошая штука опять же если вы допустим зимой перчатках то просто-напросто поднесите телефон к уху ответ произойдет то же самое с вызовом подносите телефон к уху если на экране у вас контакт это удобно опять же перчатки снимать не нужно это актуально для холодных стран либо если вам лень нажать на кнопку но мне всегда такие функции в телефонах нравится включите телефон чтобы включили встряхните телефон чтобы включить фонарик но еще есть функция одна это когда мы зажимаем например нижнюю кнопку можно включить тот же фонарик это есть настройках можно назначить другое меня особенно удивило что кому-то придет в голову нажатием этой кнопки по умолчанию написано включить фейсбук неужели кто-то будет быстрый доступ фейсбука использовать ладно на этом у меня все я не могу сказать что я в восторге от этой оболочки и не даже не из-за того что она очень сильно прям напоминает ios но действительно непонятно зачем но чего-то такого сказать вау круто я не могу хотя есть много функций есть много фишек как вы видите мои любимые всякие жесты вот не жесты управления телефоном интеллектуальные всякие вещи опять же судить вам насколько она удобно неудобно на этом у меня все если нравится то что делаю ставьте лайк не нравится дизлайк но лайк конечно лучше подписывайтесь на канал всегда много интересного будьте здоровы будьте успешны будьте позитивны данных выпусков с уважением ко всем давид счастливо а